Всем привет, ребята, с вами снова я, Мануэль, и в этом видео мы поиграем в Сурвариум. Вау, почему-то я решил зайти в Сурвариум, если я, типа, его недолюбливаю. Ну, на самом деле, не так уж я его и не люблю. Я как-то в него играл, очень даже так неплохо задротил. Ну, как видите, дозадротил до 45-го уровня, собственно, как и обновление, 0.45. Прикольно, да? В общем, добавили новогодний ивент. И, знаете, я часто играл в разные фри-то-плей говнецо. Ну, и не только говнецо, но фри-то-плей игры это вообще зло. Некоторые из них это Warface, Сурвариум, Warframe, ну и во всякое остальное, так, чуть-чуть понемногу. И мне всегда нравились ивенты. Ивенты всегда привлекают какое-то внимание, заставляют тебя больше задротить, попотеть. И тут у нас такой замечательный новогодний ивент. Нам надо зарабатывать снежинки, ёлочки, звёздочки, как только мы набираем нужное количество, мы получаем оружие. Оружие это есть в магазине, собственно, за любые группировки. Просто это вариант в камуфляже. Видите, Новый год 2017 называется. Я уже немножко поиграл, посмотрел. И скажу вам, что достаточно трудно зарабатывать эти всякие элементы. Потому что я сыграл сейчас несколько боёв. Правда, ни один не выиграл. И за победу мне давали только одну звёздочку, либо одну вот снежинку. Почему у меня 10 звёздочек? Ну, потому что я какое-то задание выполнил. И за него дают, собственно, да, вот, как вы можете наблюдать, за них дают какое-то количество снежинок, ёлочки и так далее. Также, что бы я хотел отметить. Действительно, в Сурвариум я иногда очень-очень изредка поигрываю. И вот даже сейчас решил записать. Поэтому, если кто-то из вас играет в Сурвариум, то я бы был не прочь с вами поиграть. Только учтите, что я достаточно посредственно играю, плохо как-то. Но если кто-то, короче, хочет, пишите мне в группу ВКонтакте. Также, что я хотел сказать ещё по поводу новогоднего стрима. У меня будет новогодний стрим. Да давайте вот уже начнём. Игру будем искать, всё равно долго ищется. У меня будет новогодний стрим, предновогодний стрим, вернее. И он будет либо в пятницу, либо в четверг. А может и в пятницу, и в четверг, я не знаю. В общем, заходите в мою группу ВК, там идёт голосование. И решайте. Ну, большинство уже за пятницу, да я и сам думаю, что логичнее будет в пятницу. Ну, короче, просто прорекламировал группу, вступайте там, все дела. Здорово нашёлся у нас бой. Исследование Таракановский форт. Ну, здоровская карта, в принципе, для моего-то оружия ближнего боя. Что я хотел сказать ещё. Кстати, в этом обновлении ещё добавили ежедневные награды за вход. Почему-то их тут раньше не было, странно, во всех играх есть. Ну, то есть там, и на пятнадцатый день дают что-то интересное. Громкая музычка, делаем немножко потише. Кстати, я какое-то даже продолжительное время играл в Warface. Это было давно. Но я задротил 24 на 7. В принципе, если кому-то будет интересно, я расскажу, как я играл, чё играл, каково это было. Ну, а сейчас мы поиграем в Survarium. Посмотрим, как я буду играть. Как я уже сказал, я играю посредственно довольно-таки, поэтому... Ммм, не скиловик. Ну, потому что, в основном, во что я сейчас играю, это сталкер. Сталкер в сталкере, режим стрельбы, манера стрельбы, ну, вообще, в синглплеерных шутерах и мультиплеерных всяких вот таких фри-то-плей немножко различаются, как это сказать, манеры стрельбы. Ну, так и скажем, короче, какая-то дурацкая фраза, но... Вот, и поэтому, даже если ты хорошо нагибаешь ботов в какой-нибудь синглплеерной игрушке, вряд ли ты будешь хорошо играть сразу так во фри-то-плее, в мультиплеере. Почему мой союзник отображает с красной точки, я уже хотел в него стрелять. Армия Возрождения хочет уничтожить лес. Ну, думаю, вы все известны, сюжетом я вам не буду сейчас все рассказывать, что за лес, что он делает, как он делает, думаю, всем все понятно. Ой, пустите, пожалуйста. Неплохо так меня подбили. Не так давно разработчики говорили, что у них достаточно мало сотрудников, из-за этого реализация многих моментов в игре запаздывает, так скажем. Ну, как вы помните, обещали различные пси-штормы и прочую лабуду. Нет, если меня смотрят разработчики Survarium, то я очень люблю Survarium на самом деле. Это очень классная игра, просто не достает тут некоторых моментов, которые, я уверен, вы вскоре реализуете. Так, я видел врага, и сейчас я как хищник... А, его уже убили. Вот нас точка А. Давайте попытаемся ее захватить, уж какую-то пользу пронести команде. Я вот играл несколько боев за утро, перед тем, как начать записывать. Я ни одного не выиграл. Представляете? Вот так вот я играю. Вот как сказываются синглплеерные игры. Может быть, даже как-нибудь мы с вами можем поиграть с Survarium на стриме. Тоже об этом можно написать в ВК. И, может быть, как-то вместе с подписчиками прям. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подбили меня. Давай кинем дымовую, чтобы... Опа-опа. В последнем видео, которое я записывал, это было достаточно... Ну, давно относительно, конечно, это можно так сказать, но давно. Я высказывал, что заменит ли Survarium всеми нами любимую игру. Сами знаете, какую. Не буду сейчас задаваться подробностей, опять же. Потому что знаю, что разработчикам Survarium это не нравится. Ну, думаю, все понимают и так. Оп, тут мина. Обойдем ее стороной. Да, мы не будем лезть на рожон, в принципе. И там мы не сможем пройти, потому что аномалия. Тут можно как бы сделать упор либо на защиту от пуль, либо на защиту от аномалии. Вот, допустим, я играю за армию Возрождения, и у армии Возрождения зачастую защита идет именно от пулевых попаданий. То есть они... У них слабая защита... Воу-воу, от... О, господи, я вообще, короче, меня еще и свой убил. Слабая защита у них от аномальной всякой деятельности и прочих всяких дел. Поэтому мне в аномалии лучше не входить. Допустим, за бородяги или за тех же самых поселения края. У них, насколько мне известно, очень хорошая защита от аномалий. На самом деле я это плохо знаю, потому что я же говорил, я в основном играл за... Именно за армию Возрождения. Но в любой момент вы можете сменить группировку, за которую вы играете. Кстати, нет, сейчас, кстати, я как раз-таки присоединен к поселению... Ой, нет, к бородягам. К бородягам, потому что того требует ежедневное задание. Да, ну, эту мины до сих пор не убили, я даже как-то ее и не заметил. Вот, кстати, вы можете наблюдать артефакт. Я, конечно, сомневаюсь, что есть тот, кто не играл в Турвариум. Ну, вот, допустим, как листы артефакты. Он просто висит в воздухе, не знаю, нормально это или нет, он даже не колышется. Ну, не знаю, мне кажется, было бы прикольно, если бы он тоже валялся на полу, как известные нам другие артефакты. Ну, у разработчиков свой взгляд на игру, не могу же я им что-то там говорить. В целом, как я уже сказал, мне игра нравится. Да, я как бы говорил, что немножко это не то, чего бы мы хотели видеть. Все мы с вами прекрасно знаем, чего бы мы хотели оба-оба видеть от этой игры. Ух ты, я даже успел еще одного забрать. Но, игра сделана неплохо. Но, опять же, посмотрим, все впереди у разработчиков. Игра стоит своих... Ну, хотел сказать денег, но она же бесплатная. Но, опять же, бесплатность относительно. Нет, в принципе, можно играть бесплатно. Ну, я имею в виду, не вкладывая ни копейки. Вот я... Нет, я как-то вкладывал, когда активно играл, но на випку это. Я не покупал премиум оружие. Премиум оружие тут очень дорогое. Даже не знаю, с чем это связано. Например, как я уже говорил в своем видео про Сурвариум, набор какой-то, ну, допустим, набор Стрелка там какой-нибудь. Я уже не помню точно название, я могу сейчас ошибаться. Стоит там, как две GTA V. Ну, вы представьте. Там порядка четырех тысяч. Ну, есть, конечно, и дешевый за три тысячи, за две. Но есть и за четыре. Ну, что это такое? За четыре тысячи я могу купить какие-то две топовые просто игры. И почему так дорого стоит один набор, я не знаю. В общем, еще раз говорю, как бы игра не хейтилась, все-таки она прикольная, и какой-то антураж в ней есть по спокалипсу. Ну, будем ждать новых режимов. Вот мне интересно, напишите, пожалуйста, в комментарии, ребят, кто досмотрел до этого момента, как вы считаете, что было бы умнее со стороны разработчиков делать в первую очередь, все-таки PvP или PvE? Так, почти захватил. Вот, хороший дробовик. Многие жалуются на форуме, да и где только не жалуются, что дробовики уж слишком имбовые, что они реально на большом расстоянии убивают. Но, ребят, это раз в большое расстояние, с которого я убил того чувака, дробовик вполне в реальной жизни может завалить. И тут действительно есть одна такая проблема, то, что снайперские винтовки, допустим, с затворным механизмом, ну, то есть болтовки в простонародье. Реально некоторые наносим мал дамага. Я говорю про низкоуровневые, но они же в реальности так не будут себя вести, они реально будут наносить очень-очень серьезный урон. Допустим, та же СВ-98. Сейчас мне многие скажут, что ты враг, ты не умеешь играть. Ну да, последний раз СВ я играл достаточно давно. Но я помню, какие там были не ваншоты, и это вообще очень сильно напрягало. Так, давай, мы тактический уход сделаем. Очень сильно напрягали не ваншоты СВ. Не знаю, мне кажется, болтовка должна всегда ваншотить, потому что, ну, это очень мощное оружие. Использует огромный калибр. Какая броня может выдержать это? Ну что же, ребята, боль подошел к концу, и как ни странно, мы выиграли. И, видите, мне дали всего лишь одну снежинку, то есть, мне получается, надо сыграть 200 боев, чтобы получить этот автомат, так еще и потом отдельно 750 боев. Так еще их и не всегда дают. Но это жестко, ребят, жестко. Ну, как тут уже мне говорилось, писал, такая рамочка прям вырезалась. Премиум аккаунтом вам будет даваться немножко больше. Ну, думаю, там, может быть, две. Но особо это, опять же, не решает. Ну, хотя, да, в два раза меньше надо сыграть. Ну, опять же, за 11 дней разве можно 350 боев успеть сыграть? Я в этом очень серьезно сомневаюсь. Что же, а это все. С вами был Мануэль. Пишите, что вы думаете по поводу Сурвариума. Не забывайте вступать в мою группу. Как я говорил, там проходит голосование, когда мы с вами будем проводить новогодний, предновогодний стрим. И я надеюсь, что к этому предновогоднему стриму у нас уже наберется на канале 10 тысяч подписчиков, и я сделаю небольшой анонсик кое-чего. Вот мы и выполнили. Давай посмотрим, что нам выпадет. Это была такая... Выиграйте матч за группировку бродяги. Ежедневные задачи, вот. Здорово, да? Что нам может выпасть? Подожди, а как ее открыть? Что-то я не понял. Ну, ведь его надо все три выполнить. Миссии нам может выпасть Глок один. Одна штука, карта с Хрона. Преем аккаунт. Ну, в принципе, довольно-таки неплохие вещи тут выпадают, я вам скажу. Сыграйте матч в режиме защитное устройство. Ну, видите, простые задания, но может выпасть Глок навсегда. Это довольно-таки неплохо. Что же, ребят, на этом все. С вами был Мануэль. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВК. Я уже десятый раз про нее говорю, надеюсь, вы услышите и перейдете. Всего вам доброго и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok